Одним из главных событий прошедшей недели можно считать объявление в Беларуси единого дня безопасности. Несмотря на название, акция продлится в течение полутора недель. Профилактические мероприятия пройдут в высших учебных заведениях, торговых центрах, на предприятиях и, конечно же, в школах. Правда, какого-то ажиотажа в эти дни здесь не наблюдается. Целенаправленная работа по созданию безопасных условий для учащихся и преподавателей в средних учебных заведениях проводится постоянно. Для того, чтобы ознакомиться с лучшим опытом, наши корреспонденты выехали в Мозырский район. 16-я Мозырская средняя школа – учреждение, которое еще с момента строительства планировалось как образцовое. Здесь действительно есть на что посмотреть, начиная от действующей системы видеонаблюдения. 98 камер в режиме реального времени контролируют как пришкольный участок, так и все коридоры внутри школы. Они перекрывают все коридоры, они перекрывают территорию школы, подъезды к школе, входы школы и самое главное – это коридоры, порядок в коридорах. По словам администрации школы, сегодня здесь готовы рассмотреть варианты установки камер видеонаблюдения и непосредственно в учебных классах. В финансовом плане стоит это недешево. Однако и плюсы очевидны. Предотвратить возможные конфликты на всей территории учреждения образования – задача не менее важная, чем дать школьникам полноценные знания. У некоторых учащихся такая информация, что учитель где-то незаслуженно обидел учащегося, либо незаслуженно поставил какую-то отметку. Поэтому, когда происходит запись на видеокамеры, можно всегда доказать правоту учителя и быть защищенным. Гордость 16-й Мозырской школы – электронный каталог безопасности. За почти 7 лет после открытия учреждения коллектив преподавателей буквально перевернул горы литературы. Начиная от статей в газетах до информации на сайтах. В результате создали информационный продукт, который можно использовать для обучения школьников основам безопасной жизнедеятельности. Все обрабатывалось, перерабатывалось, мы осмысляли. Весь материал мы распределили под старших школьников, под младших школьников, то есть по возрастам. Материал мы широко используем, его можно широко использовать на классных часах, мы можем использовать на родительских собраниях. Современные IT-технологии сегодня используются не только для обучения. В той же 16-й Мозырской школе в онлайн-режиме можно получить бесплатную консультацию психолога или представителя администрации. Достаточно выйти в интернет и рассказать о своей проблеме. Мы назначаем время проведения онлайн-консультации. Родитель находится у себя дома, включает компьютер, а естественно узкий специалист приходит в информационно-библиотечный центр и подключает компьютер и проводит консультацию. Хотя интернет может быть не только помощником, но и действительно всемирной паутиной, опасной для жизни. Об этом педагоги знают, возможно, даже лучше представителей других профессий. Только в прошлом году в Гомельской области зарегистрировано 4 случая суицида и 39 попыток школьников нанести себе физические травмы. Эти цифры в начале года были озвучены на областной конференции Главного управления образования и не являются закрытыми. К сожалению, действительно очень много негативной информации учащиеся получают через социальные сети. И родители многие просто об этом не знают. Поэтому состояние наших учащихся тревожности, депрессии, агрессии, конечно, в большинстве своем идет из интернета. Страхи и конфликты со сверстниками, сложности в изучении школьных предметов, способность творчески мыслить и давать действительно уникальные советы. В учреждениях образования, где на самом деле хотят учесть все особенности развития современного ученика, к составлению его психологического портрета подходят с научной точки зрения. Когда для некоторых школьников информация из интернета – это больше, чем реальность, а под влиянием картинок падает способность к сопереживанию, здесь есть над чем задуматься взрослым. То есть это влияние и средств массовой информации, и дети получают больше информации, они перегружены. Мало отдыха, семейные взаимоотношения тоже можем сюда включить. То есть это может быть неблагоприятный эмоциональный фон в семье, ребенок тоже может быть замкнут и поэтому. Своеобразное ноу-хау Мозырского района в плане обеспечения безопасности учебного процесса – так называемые экспресс-линейки. Обычно они проводятся в сельских школах, где можно практически одновременно собрать всех учеников и преподавателей. Такие встречи позволяют не только на месте получить ответы на многие вопросы, но и часто изменяют отношение школьников к происходящим в обществе событиям. Особенность линейки заключается в том, что я приглашаю на эту встречу всех детей от 5 класса до 11 и всех педагогов, присутствующих в школе. И на протяжении 30-40 минут мы рассуждаем с ними на вопросы безопасности. Удивительное явление, когда дети собираются вместе с учителями на обсуждение этой темы, у них возникает чувство доверия. И они раскрываются, раскрепощаются. В литературных произведениях начала прошлого века учитель был не просто особо уважаемым человеком. При разговоре с ним мужчины обязательно снимали шапку. А в местной лавке товар для учителя отпускался без очереди. Времена изменились, и никто уже не говорит о необходимости таких отношений. Но это совсем не значит, что профессия учителя не должна оставаться престижной. Может, мне помогает то, что я просто местный житель, и тут родилась, и тут на месте живу все это время. Поэтому как-то мне ближе то, что и помогает с детьми работать то, что я знаю всех родителей, которые здесь живут. Махновичская средняя школа – учреждение образования относительно небольшое. Сегодня здесь обучаются всего около 80 детей. Однако такая комплектность имеет и свои плюсы. Учителя знают об учениках все, как в самой школе, так и за ее стенами, что позволяет оперативно реагировать на любую внештатную ситуацию. Впрочем, когда такие ситуации возникали в последний раз, никто вспомнить так и не смог. Как и случаев игнорирования учениками, просьба взрослых. Конечно же, нужно соблюдать субординацию и никогда не ставить себя в такие рамки, как будто бы я являюсь подругой для ученика. Для ученика я учитель, взрослый человек, человек с опытом, который приходит на урок, чтобы вести урок и давать ему знания. Ученик должен это понимать. Этот учебный день в Махновической школе заканчивается не совсем обычно. После завершения предусмотренных расписанием занятий в первый класс приходит третьеклассница Арина Силич. Уже почти два года девочка изучает курс «Основ безопасности жизнедеятельности» и сегодня готова поделиться полученными знаниями со своими младшими друзьями. Проект «Равный обучает равного» в Мозорском районе реализуется не первый год. Однако здесь не отмечено ни одного случая, когда бы он не показал своей эффективности. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.